Седалищные кости – это то, на чем мы сидим. Слегка, чуть-чуть подтянутый живот. Нижние ребра. Почувствуйте, где у вас нижние ребра. Толкните их чуть-чуть вверх, вытяните живот. Таз проверьте, он остается в ровном положении. Живот удлиняем, вытягиваем. Лопатки сводим вместе к середине и лопатками толкаем грудную клетку чуть-чуть вперед. Присоединяйся. Можно там пододвинуть, как удобно. И берите себе по три кирпича. Плечи оттяните за лопатками вниз. Сейчас прям активно плечи потяните за лопатками вниз. У вас грудная клетка остается раскрытая. И прям лопатками тянемся, тянемся вниз. Почувствуйте, как они у вас заложены туда-сюда немножечко ходить, мобильными оставаться. И сейчас расслабьте плечи, лопатки, грудная клетка остается раскрытая. Живот, длинные седалищные кости сидят у нас на кирпичах. И прочувствуйте всю вертикаль вашего позвоночника. Постарайтесь, ребята, сейчас на кирпичи все садимся. Ноги чуть-чуть подальше от себя. Тыльная сторона ладони мягко на бедрах лежит, плечи расслаблены. Чуть-чуть подтяните подбородок вниз, как будто бы он у вас стремится к впадинке, к шее. Может быть даже немножечко второй подбородок такой появится. Почувствуйте, как у вас в этот момент удлиняется задняя поверхность шеи и затылок еще чуть-чуть толкните назад. Проверьте, чтобы в этот момент у вас не округлилась спина, поясница и не провалилась вперед. Живот чуть-чуть подтянутый, длинный, грудная клетка раскрытая, подбородок слегка вниз, шея длинная, затылок толкаем назад. И теперь попробуйте как будто бы толкнуть седалищные кости вниз. Вы за копчиком стремитесь, вытягивайте нижнюю часть позвоночника, а за макушкой тянутся наверх. Внутренними мышцами мы вытягиваем вертикально позвоночник, как будто бы хотим себя растянуть здесь максимально. И затылок прям назад толкаете, как будто сзади вас сейчас стена находится, и вы хотите затылками ее коснуться. Скорее все будет некомфортно. И чуть расслабьте, отпустите положение. Давай сейчас немножечко продышим, грудную клетку раскроем. Мы сегодня будем больше работать на грудную клетку. Мы укладываем наши руки на грудную клетку. Сейчас просто спокойно подышите именно в ребра. На вдохе у нас живот наполняется, и ребра в стороны расходятся. Можете даже пальчиками средними коснуться друг друга, почувствовать, что у вас грудная клетка работает. Раскрылись ребра, и на выдохе пальчики касаются друг друга. Дима, правильно? Чуть-чуть повыше руки положи, именно прямо на грудную клетку, чтобы у вас средние пальцы касались друг друга. Большие обнимают грудную клетку сбоку. И сейчас давайте чуть-чуть поактивнее. Смотрите, мы будем специально надувать грудную клетку, прям максимально глубокий вдох, так чтобы руки максимально широко расходились. Активный и плавный медленный выдох. Не бросайте дыхание. Еще раз на вдохе наполняем грудную клетку. И спадаются ребра на выдохе. Чуть-чуть зафиксировали, посмотрели положение. И сейчас мы еще немножечко добавим нагрузки, прокачаем нашу диафрагму. Пошире можете руки положить, прям с обеих сторон по ребрам. И теперь наша задача. Мы будем также глубоко вдыхать, как мы это делали, но при этом будем создавать сопротивление нашими руками. То есть я делаю вдох и давлю руками на грудную клетку, то есть создаю себе нагрузку. Старайтесь только плечи не задирать, потому что такого не было сразу. Глубокий вдох, сопротивление руками. И еще раз. И отпустите это состояние. Верните опять пальцы обратно сюда, на грудную клетку, чтобы просто зафиктировать положение. Сейчас дышим без напряжения. И посмотрите, есть ли разница у вас, как начала работать грудная клетка. Начали ли ребра чуть более активно двигаться в сторону самостоятельно? Может быть, что-то высвободилось? Если у вас на вдохе ребра не раскрываются в стороны, значит, у вас сильно зажатая диафрагма. Какое такое диафрагма? Диафрагма – это у нас мышца между полостями грудной и брюшной. Она находится у нас внутри от ребер, крепится сзади до позвоночника, таким как куполом. И она отвечает за дыхание, формирует внутригрюдное, внутрибрюшное давление, в том числе здоровье всех органов. Расслабляемся, идем дальше разминаться. Кирпич в сторону убираем, выходим на 4 точки опоры. Сразу ладони четко под плечевые суставы, симметрию соблюдаем. Все пальцы широко растягиваем по коврику, чтобы прям, может быть, даже некомфортно стало. Колени под тазобедренные суставы не слишком широко. И сразу в этих положениях мы занимаемся нашими взъемами стоп. Рассказываю еще 10 раз, повторю. Затяните носочки и прижмите взъемы стоп, это передняя часть стопы, к коврику. Да, постарайтесь притянуть. Дальше работаем с позвоночником. На вдохе хороший-хороший прогиб грудную клетку, больше стараемся раскрывать. И выдох, круглая спина, подбородок стремится к грудной клетке. Вдох, прогиб. Сейчас больше старайтесь следить за вашими движениями. И выдох, круглая спина. Работайте со своим дыханием в своем темпе. На вдохе взгляд наверх, но шею не зажимаем. Можете сейчас обратить внимание. Я взгляд поднимаю наверх, но шею не запрокидываю. Затылком больше стянусь в подолок. Выдох, круглая спина. Вдох, прогиб. Здесь тоже стараемся еще в тазу провернуться максимально. И выдох. Заворачиваемся, круглая спина. Со вдохом выходим в нейтральное положение. Чуть-чуть подтянутый живот, подкрученный таз, ягодицы. Слишком здесь не проваливаемся в поясницу. Держим кор. И вытягиваемся за правой рукой вперед. Баланс сейчас будем делать. Постоянно взгляд держите вниз. И так же, как мы и делали из положения сидя, подбородок чуть-чуть опускаем. Подбородок опускаем, заднюю поверхность шеи удлиняем. А затылок толкаем назад, как будто бы на нас лежит какая-то планочка. Ладонь смотрит внутрь, тянемся за нашей рукой вперед. И за левой стопой вытягиваемся назад. Носочек натяните на себя. Носочек на себя, именно пяткой толкаемся назад. Живот активный, живот активный, активный, активный. Еще, 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 еще. Живот выталкивает поясницу, опускаем чуть-чуть ниже пятку, в одну плоскость. Наша задача за... Ладошка тоже слишком высоко. Прям в одной плоскости. Стопы на себя натягиваем. Миш тоже на себя стопа. Пятка от себя, а носочек на себя. Да, все правильно. Как будто бы пяткой хотим толкнуть стену. Руку выше. Выпрямляй. Еще раз собрались. За макушкой, за ладонью тянемся вперед, а пятку толкаем назад. В одну плоскость вытягиваемся здесь. И с выдохом колено к локтю. Колено к лбу, локоть к пупку. Еще глубже скручиваемся. Вдох. Раскрылись. Выдох. Закруппировались. Еще три. Два. Один. Вытянулись еще раз в плоскую планочку. Ладонь вернули в пол, а ногой отшагнули чуть-чуть сзади себя. За правую. У нас остается правая ладонь на полу, а левая раскрывается. Больше внимания в грудную клетку. Лопатки вместе. Таз открываем вверх и вперед. Взгляд в потолок за рукой. И рукой постараемся еще дальше назад раскрыться. Со вдохом как можно больше раскрылись. И с выдохом аккуратно закрываемся, возвращаемся обратно. Симметрию выстроили. Сейчас ладони под плечами. Широкий поставь пальцев. Чуть-чуть подкрученный таз. Поясницу не проваливаемся. И вытягиваемся. Так, как кажется. За левой рукой вперед. Проверили шею. Взгляд вниз. Затылок толкнули назад. И вытягиваемся за правой ногой. Отлично. У нас активное бедро. Наше активное бедро затягивает коленную чашечку. Поэтому нога слишком сильно у нас назад не уйдет. Пяткой прям толкаем сзади невидимую стену. Еще активнее бедро. Выпрямляем колено. Отлично. Только старайся живот держать. Да, еще сильнее живот. Прям чуть-чуть таз как будто бы подкрученный. Как будто бы таз подкрученный. Подкручиваю. Вот, вот. Супер. Отлично. И поехали в группировку. С выдохом колено к колбу, локоть к пупку. Восемь. Восемь. Семь. Шесть. Не забываем дышать. Еще четыре. Три. Два. И один. Вытянулись. Симметризировали себя. Ладонь вернули в пол. И ногой правой чуть-чуть влево со себя раскрываемся в грудной клетке. Таз толкаем вперед, лопатки вместе, грудная клетка раскрывается, взгляд наверх. Из-за себя. На каждом вдохе постарайтесь раскрывать грудную клетку и растягивать ребра в стороны. Так как мы делали из положения сидя. Еще один вдох. И выдох. Аккуратно возвращаемся обратно. Симметризируем себя здесь. Таз отправляем на пятки. Руки перед собой. Укладываем ног. Прослабляемся. Сейчас постарайтесь весь фокус внимания полностью в себя увести. Все ощущения в теле. Идем дальше в работу. Возвращаемся опять на четыре точки опоры. Ладони под плечевыми суставами. И вот теперь нам нужно стопы подкрутить. На ширине таза они остаются не широко. Постарайтесь тоже всегда каким-то там краем глаза или еще чем-то. Когда вы стоите каким-то образом по коврику, выстраивать себя прям по коврику. Если вы стоите в четыре точки опоры, это значит, что у вас не должны ноги разъезжаться. Вы можете сейчас почувствовать. Давайте сделаем. Смотрите, поставьте ноги, стопы широко. Что сейчас произошло в вашем тазу? Почувствуйте, в каком положении это забедренный сустав. Есть ощущение, понимаете, что он там проворачивается? А наша задача сейчас симметризироваться и выровнять себя. Соответственно, чтобы мы не ходили потом вот таким вот образом. Да? Вот. Потому что она так и будет. Если мы тренируемся в таком положении на коврике, у нас потом вот такая же и походка будет. Поэтому везде становимся ровно максимально. Ни внутрь ноги не заваливаются, ни наружу, а четко ровно. Просто следите периодически за собой. Стопы подвернули и вытолкнули себя в собаку мордой вниз. Колени остаются мягкие. Таз наверх. От ладоней толкаемся. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Попробуй на полу просто сделать. Рядом. Таз максимально наверх. Колени присогнуты. И сейчас проверните руки ваши так, чтобы локоть и плечо разворачивались в сторону коврика. Раскрывайте пространство между лопатками. Если нужно, можно отдохнуть чуть-чуть. Шея расслаблена. Вращаем плечо и локти. Чуть-чуть сильнее локти. Колени присогни. Пятки в полу стремятся. Колени присогни. Пока что присогни. Спина. И здесь плечи больше раскидывай. Пальчики все растяните по коврику еще раз. Что за халтура? Что за халтура? Взгляд между ладоней. И подшагиваем вперед между рук. Колени присогнуты. Повисаем здесь головой, шеей. Постарались живот уложить сейчас полностью на ваши бедра. И почувствуйте, где у вас нижние ребра. Удлините живот. И ребрами прошагните еще ближе к коленям. Чтобы у вас спина раскрылась. И живот. И аккуратно поднимаемся с прямой спиной наверх. Вытягиваемся за руками. Выдох. Намасте. Сейчас активное положение тадасана. Остаемся на переднем краю коврик. Можешь вернуться. Ну, как удобно. От стоп отстраиваемся. Большие пальцы, может, будут касаться друг к другу. Стоп чуть-чуть поуже. Между пятками остается расстояние. Ладошкой давит на ладонь. Она сейчас нашу грудную клетку зафиксирует. Ладони опускаются на один уровень с локтями. Плечи оттянули за лопатки вниз. Чуть-чуть подкрутили таз. Прогиб и спину убрали. И вернулись к нашим стопам. Пальцы абсолютно свободные. Вытяните их. Мягко, без давления, положите на коврик. Арка стопы подтягивается только аркой стопы. Сейчас подушечка под большим пальцем. Чувствуете? Подушечка под большим пальцем. Она как будто бы давит в коврик, а арка стопы затягивается наверх. Видно, да, что у меня происходит с лодыжками? То есть стопы как бы остаются все свободные, пальчики свободные, только арка стопы. Лечим наши плоскостопие. Примерно, да. Потом коленные чашечки у нас затягиваются. Бедра чуть-чуть проворачиваются назад. И теперь обратно. Таз подкрутили. Низ живота подтянутый. Нижние ребра поднимаем наверх. Живот удлиняем. Лопатки собираем вместе. Плечи опускаем вниз. Подбородок чуть-чуть вниз. Затылок толкнули назад. И теперь представили то, что мы толкаемся от стоп. И активно за макушкой вытягиваемся наверх. Ладони посильнее. Активное положение. Ноги подтянуты. Спина длинная. За макушкой тянем себя. И чуть-чуть отпустили положение. Расслабились. Сейчас сделаем классическую сурину маскар. Но не 12 кругов. Просто для разминки. За руками вытягиваемся вверх. Ладони остаются в сторонах. Плечи внизу. Таз остается также подкрученный. Исходное положение. Все то же самое, что у нас и было. Стоим на переднем краю коврика. Ближе, 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 ближе. Со вдохом здесь так же. Только за руками и за макушкой вытягиваемся вверх. И с выдохом опускаемся в положение наклона. Насколько у вас сейчас получается это сделать. Если вы с прямой спиной можете наклониться и коснуться колечками пальчиков пола. Замечательно. Если спина сильно округляется, можете перезагнуть колени. Больше. На вдохе мы сейчас уходим в половинку наклона. Наша задача еще больше вытянуть позвоночник здесь. Смотрите, таз чуть-чуть подкручиваю. Живот подсобираю. Толкаюсь от наших ладоней, от бедер. И удлиняюсь за макушкой вперед. Прям почувствуйте, как у вас еще сильнее вытягивается позвоночник в половине наклона. И с выдохом ладони в пол, от шага к планку. От ладоней чуть-чуть отталкиваюсь. Таз подкручен, длинная поясница опускается, таз вниз. Живот собирается в одну точку. Взгляд опущен вниз между ладонями. Все пальчики растягиваем по коврику. Подбородок чуть-чуть опущен. И затылок толкаю назад. Здесь еще один вдох. И с выдохом колени отправляю в пол. Таз у меня остается наверху. Начинаю прогибаться. Сгибаются локти. Остаются у туловища. Кладу грудную клетку на пол. Таз наверху. Постарайтесь сейчас локти прижать к корпусу еще ближе. Вперед, чуть-чуть больше вперед грудную клетку, чтобы не подбородком. А грудной клеткой туда. Постепенно спина привыкнет. И идем в бэби-кобру. Ложимся полностью животом на пол. Стопы приклеены к коврику. Коленные чашечки подтянуты. Таз чуть-чуть подкрученный. В любом положении. У нас таз в рабочем положении. Когда мы лежим. И чуть-чуть подкрученный. Здесь поднимаю за счет мышц спины. Чуть-чуть грудную клетку от коврика. Взгляд вниз. Затылком тянусь еще больше наверх. Не толкаю себя от рук. Держусь на мышцах спины. Если вы будете здесь, хорошо вы будете здесь. Насколько ваши мышцы спины сейчас вас у вас поднимают. С отдохом еще больше с затылком вытягиваемся наверх. Углубляемся в прогибе. И с выдохом от ладони отталкиваемся. Возвращаемся с собаку мордой вниз. Держимся здесь. Еще больше коленей сгибай. Грудной клеткой как будто бы хочешь к бедрам притянуться. Больше коленей сгибай. Ноги чуть-чуть пошире. И тазом наверх тянешься. Не, руками не подшагивай. У тебя ноги не скользят. Шею расслабь. Шею расслабь. Пробуй чуть больше выпрямлять колени. Не только не в ущерб спине. Что за халтура? И отсюда колени выпрямляй. И отправляем колени в пол. Таз опускаем на пятки. Чуть-чуть отдыхаем. Таз полностью на пятки. Ну что, размялись? Теперь готовы поработать? Супер. У нас сегодня тема больше на верхнюю часть спины, на грудную клетку. Будем раскрываться всем сердцем. Прекрасному пространству. Поднимаемся наверх. Так, чтобы полегче. Давайте с простого верблюда будем. Берем себе один кирпич. Поднимаемся в коленное положение. Кирпичик себе между ног закладываем. И здесь можно стопы подкрутить. Смотрите, как вам комфортнее, чтобы вам не было больно колени. Ну вот, например, мне, когда взъемы вытянуты, колени меньше больно. Наша задача сейчас подкрутить таз, взять ладони, самое простое положение, пальчики смотрят вниз. Укладываем их вдоль поясницы, где-то на крестец. Чуть-чуть выше крестца, вдоль поясницы. Такой сложный вариант, если у вас пальчики смотрят наверх, но это уже если у вас хорошо раскрытая грудная клетка. Еще больше таз подкручиваем. Ягодицами себя здесь зафиксировали. И прям еще больше таз туда вперед толкнули. Лопатки собрали вместе, раскрыли грудную клетку. Представили то, что вас кто-то тянет за грудную клетку вперед. Подбородок подтянули к грудной клетке. И аккуратненько отклонились назад, насколько это возможно, здесь и сейчас. Сильно не уходим. Тазом не уходи. Наша задача сейчас не в бублик скрутиться, это вообще классная тема, я понимаю, что у всех получается, а почувствовать вытяжение и раскрытие именно в грудной клетке. То, что вы таз никуда не деваете, что вы не рухаетесь в поясницу. Я могу так сложиться как угодно. А именно удлинились животом, раскрыли грудной клеткой и только за счет грудной клетки мы отклоняемся назад. На вдохе еще больше, лопатки вместе. Ты можешь чуть-чуть поглубже. Работай. Лопатки вместе. Толкнули таз чуть-чуть больше вперед. И аккуратно на очередном вдохе поднимаемся обратно. В компенсацию ладони перед собой, круглая спина, вытолкнули себя. Здесь мягко дышим. Сейчас с круглой спиной постарайтесь дышать именно в лопатке. В заднюю часть грудной клетки, в ребра, в лопатке. Просто почувствуйте, как у вас на вдохе растягивается еще больше пространства между лопатками. Есть ощущения? Да. Супер. И идем дальше. Идем дальше, опускаемся, садимся сейчас пока что. На наши пятки. Хотя нет, неправда сказала. На четыре точки опора только теперь с локтей выходим. Руки собираем. Так, проверяем. Четыре точки опор мы захватываем наши локти. Это наше расстояние между локтями. Ширину всегда сразу проверяйте. Руки выставляем перед собой. Собираем их в корзиночку. Мизинцы отправляем внутрь. Корзиночка раскрытая перед собой. Такая вот, да? Чтобы у вас внешняя сторона ладони чуть-чуть вам помогала и уходила тоже в упор на коврик. Есть небольшая разница физикальная. Подкручиваем стоп. А? Да нет, не мудро. Там просто, ну, как бы, разные точки опоры и проворот предплечья в локте. И плеча в том числе немножечко разные будет от того, как ты пальцы соберешь. Подкрутили стоп и таз подняли наверх. Собака мордой вниз, как мы делали. Только это поздельфина. А таз наверх. Сейчас все внимание вверх грудной клетки, в лопатки. И постарались от локтей, как будто бы и от предплечий, оттолкнуться от коврика. Еще больше тазом потянуться наверх. Шею расслабили. Дышим здесь. И сейчас немножечко в динамике поработаем с нашими плечами. Отшагиваем одной, второй стопой назад, опускаемся в положение планки. Таз подкручен. В плечи не проваливаемся. Миша, что с тобой? Сейчас мы чуть-чуть разогреем плечи и будем почти отдыхать. Подшагнули, вернулись обратно. Дышим здесь. Три. Два. Один. И теперь активнее. Вдох, отшагнули в планку. И выдох, вернулись наверх. Уже должны немножечко гореть плечи. Вдох, вернулись обратно. Выдох, наверх. Еще три. Дышим. Если устали, можно отдохнуть в позе ребенка и вернуться. И последний раз. Наверху остаемся. Сейчас дорабатываем плечи. Смотрите, наша задача носом коснуться наших ладоней и вернуться обратно. Движение вперед и назад. Отлично. Еще четыре. Дышим. Три. Два. Один. Отлично. Колени в пол, таз на пятки. Лоб положили на коврик или на руки. Руки можно вытянуть вдоль. Назад, чтобы плечи отдохнули полностью, расслабились. Закройте глаза, верните в себя, в свои ощущения. СTри. С там... Мничтожен. Хорошо. Спасибо. Только. Хорошо. О morning. А Malcolm. Кто. Лоб. Ой. Коножен. Продолжение следует... Идем дальше, аккуратненько возвращаемся обратно и укладываемся на живот. Рядом с собой давайте сразу один кирпич между бедер и один кирпич себе. Кладем под голову и ложимся вставать. Шутка. А идея была хорошая, да? Кирпич просто пока что рядом с собой. Сейчас мы разогреемся. Смотрите, отстройка по спине. Мы сейчас будем делать какие-то подъемы наверх. Обычно если у вас ягодицы здесь расслаблены и ноги расслаблены, вы делаете подъем и у вас начинает очень круто сключаться спина. Поясница точнее говоря. Видно сейчас на мне, да? Еще сильнее таз начинает наверх подниматься. Я просто начинаю таким образом зафигачивать себе поясницу. Наша задача работать больше с грудным отделом. Для этого мы взяли кирпич между ног, мы его зажмем бедрами и будем всегда фиксировать наши ноги в активном положении. Таз чуть-чуть подкрученный и все. Дальше я работаю только верхом спины. Техника понятна? Взъемы вытянуты. Нет, сейчас подождите. Взъемы вытянуты по коврику. Колени затягиваем бедрами. Кирпич зажимаем, ягодицы включаем в работу. Таз чуть-чуть подкручиваем. Живот даже как будто бы у нас поднимается немножечко. Лоб укладываем на коврик. Руки 90 градусов в локтях в сторону. И первое, что делаем, зафиксировали еще раз таз. Простые подъемы наверх. Выдох и мягко возвращаемся вниз. Сейчас больше следите именно за техникой, да, какие мышцы у вас включаются в работу. По-моему, я с дыханием неправильно сказала. Вдох у нас наверх. Да, с раскрытием грудной клетки. И выдох мягко вниз. Аккуратно, прям чуть-чуть. Можно прям вот чуть-чуть. Главное зафиксировать здесь. Вообще здесь самое важное, да, не то, чтобы там прям супер поработать, а вот эту вот технику понять. То, что у тебя ноги работают. Да, приучить здесь держать ногами поясницу. И чуть-чуть поднимаешься. Можно даже пальчиками касаться пола. Вот. Чуть-чуть вверх спины включается. Главное, чтобы ноги работали. Наша задача здесь создать вот эту связь. Здесь у меня зафиксировано, а здесь работает. Пусть это будет даже так. И наверху остались. Держимся. Проверьте, что у вас подбородок опущен вниз. Задняя поверхность остается длинная. Ноги включены. Таз подкрученный. Держимся здесь. И опустились. Чуть-чуть отдыхаем. Все расслабили. Какая часть спины у вас больше всего была в напряжении. Просто наблюдайте за собой. Получайте обратную связь от своего тела. И идем дальше. Во второй подход. Все то же самое. Сначала ноги зафиксированы. В руках у нас кирпич перед собой. Если тяжело на спине, можно даже это делать внизу. Сейчас у нас будет больше плеч работать. Если все в порядке. Зафиксировали таз, поднялись наверх. И по кругу в одну сторону 8 раз передаем кирпич. И в другую сторону 8 раз передаем кирпич. Сакральный. 16 квадрат. Поехали. Можно сделать с касанием головы. Аккуратно. Бе кейфу. Осознанные движения. Иначе вам в этом, как у Вовы, в Вьетнаме нельзя за руль садиться. Чувствуем соседа. Можно просто попроще сделать. Какие-то движения с руками вытянуты назад. Сюда. Только старайся шею держать длиннее. Именно лубом касаясь коврика. И смотришь вниз. Проверяйте постоянно, что происходит с вашей спиной. И то же самое следим за спиной, за поясницей. Кирпич между бережей зажатый. Ягодицы подкрученные. Ноги сильные. Миш, ты все? Отлично. Вни руки, под лоб отдыхаем. Чего с лопаткой? Выпоить, не дай сделать. Потихонечку на растянутом ремне назад-вперед. Разрабатывать ее надо. Надо двигать ее. Если ты двигать не будешь, она еще хуже станет. Попробуй пошире взять. Насколько получается. Вперед-назад. И не старайся делать быстро, медленно. Чтобы плечи ровно абсолютно шли. Сейчас твоя задача в рецидиве ей не дать уйти в какое-то искаженное состояние. Наоборот, возвращать обратно. Даже может где-то через боль легкие упражнения делать. Что, готовы последний? Последний подход. Все легко. Руки у нас назад уходят в замок. Лопатки собираем вместе в грудную клетку. Раскрываем шею. Остается длинная. Таз зафиксирован. Поднимаемся наверх, насколько у вас получается. Попробуйте. Здесь по интересу можно вывернуть замок из рук. От себя. Раскрытая грудная клетка. Взгляд можно поднять перед собой. Но следите, чтобы шея длинная стала. Вот этого быть не должно. Держимся наверху. Еще шесть. Пять. Четыре. Лица расслабили. Три. Ноги и ягодицы напрягли. Два. И один. Аккуратненько возвращаемся. Выталкиваем себя на пятки. Плечи можно расслабить. Руки положить вдоль туловища. Ну как? Отдыхаем чуть-чуть. И сейчас возвращаемся наверх. Наш любимое упражнение. Через виньясу выходим на четыре точки опоры. Всегда проверяйте пальцы сразу широко. Подкрученные стопы. Мишень, не спи. Таз наверх. Собака мордой вниз. Здесь прям хорошо себя вытолкните. Потяните тазом наверх. Взгляд перед ладонями. И шагнули вперед. Берем себе три кирпича. Под руки на передний край коврика. Спешил фо ю. Эксклюзив. Эксклюзив. Нормально? Да. Не знаю, там еще что-то запишется. Ну ладно. Встаем за нашими кирпичами. У нас два кирпича будут в упоре под руки стоять. Третий кирпич между бедер забираем. Сдался воин один. Большие пальцы касаются друг друга. У нас между пятками есть расстояние. И уходим наклон вперед. Можно даже пальчиками рук. Как вам удобно. Как у вас получается. На что у вас сейчас спина способна. Подальше чуть-чуть встань. На стул. Сейчас кирпич бедрами протолкните назад. Вот так хоп. Проворачиваем. Колени стараемся выпрямить. Вспоминаем арка стопы поднята. Как мы делали в положении стоя. Помните? Как будто бы подушечка от большого пальца немножечко хочет оттолкнуться. И у нас только арка стопы поднимается. Кирпич активно выталкиваем назад. Проворачиваем бедро назад еще больше. Из этого положения подтягиваем коленную чашечку. Передняя поверхность бедра тоже сильная. Низь живота чуть-чуть подтягивается. Спина максимально выпрямляется. Прямые сильные ноги. Ну, ничего страшного. Нормально. Можешь попробовать на кончике пальчиков подняться. Ага. Во. Круто. Круто. Ноги сильные. Кирпич назад выталкивай. Постоянно. Главное движение кирпич толкать назад. Назад. Еще сильнее. Вот. А что за халява? Стопы вперед смотрят. О, тебе, кстати, как раз еще больше вперед заворачивай. Это тоже как? Да, практически косолапишь. Бедро подтягиваешь. Еще больше выворачивай бедро назад. Выталкиваешь с обеих сторон одновременно. Во. Живот чуть-чуть подтягиваешь. Колени не сгибай. Нет. Выпрямляй, выпрямляй, выпрямляй ноги. И спину, и ноги. Здесь нужно баланс добиться. Самое классное упражнение пропускаешь. Супер. Во, прям почти я на тебе тут. Больше вращаешь бедро. Такое движение немножечко сексуальное. Ягодицы в сторону надо растянуть. Это очень важный момент, который будет высвобождать вашу поясницу. Ягодицы прям в сторону, в сторону, в сторону. И живот еще раз подтянули. Сейчас давай шею еще добавим чуть-чуть. Подбородок вниз опущен, затылок толкаем назад наверх. Только затылок. Подбородок вниз. Вниз, 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 вниз. Вот. А затылок теперь толкай наверх. Во. Тоже еще подбородок опускай. Опускай подбородок. А затылок до руки толкай. Еще выше затылок. Наверх затылок. Наверх, наверх, наверх. Подбородок еще вниз. Держимся. Проверили еще раз. Ноги сильные, арка стопы приподнята. Затылка до ладони до моей. Подбородок вниз. Затылка до ладони еще только. Бедра подтянуты. Кирпич провернули назад. Живот подтянутый. Вытянулись за макушкой. Вперед затылок толкнули наверх. Длинный позвоночник. И чуть-чуть подрасслабились с мягкими коленями. Здесь повисните. Давайте нам нужно еще компенсировать нашу спину. Отдыхаем. Руки в замок под колени. Колени мягкие. Круглая спина. Вытягиваемся наверх. Шея и голова расслаблены. И еще более вкусно. Сейчас руки забираем в замок под одну ногу. Под одну ногу. Вторая нога у нас выпрямляется. Под одну. Любую. Важно. Круглой спиной вытягиваемся наверх, а противоположную нога выпрямляется. И под вторую ушли. С одного боку должна спина больше. Сейчас вытягивается. Может быть диагонально будете чувствовать вытяжение. Шея и голова расслаблены. И отпускаем себя круглой спиной. Поднимаемся наверх. Ровненько сейчас пока что выстраиваемся. Руки кали мудру. Один пальчик у нас остается. Все остальные собираем наверх. И у нас здесь такая должна быть помощь, что все-таки пятки ладоней соприкасаются. Отшагиваем правой ногой позади левой. Просто себя в балансе держим. Таз толкаем чуть-чуть больше. Господи, в правую сторону. Сами уходим в наклон влево. Стоим на левый. Таз толкаем вправо. И сами наклоняемся влево. И вот здесь должны почувствовать то, что левая рука, пятка ладони, как будто бы толкает у нас верхнюю правую руку. И мы еще больше себя туда вот за рукой вытягиваем. Боковое вытяжение. Таз чуть-чуть подкрученный. Грудная клетка раскрытая. Руки сильные. За руками себя больше тянем в диагональ. Руки вообще расслабили. Взгляд стараемся держать вверх из-под подмышки. В другую сторону, вверх туда. Ага. А здесь себя прям вытягиваешь за рукой. Правый бок чувствуем? За рукой себя в диагональ наверх. То есть наша здесь задача тоже не туда вот куда-то упасть, а именно себя в диагональ наверх вытягивать. И вторую сторону. Кто-то что-то новое открыл в своем теле. Судя по взгляду. То же самое. У нас левая нога позади правой. Таз толкаем чуть больше влево. А сами уходим в наклон вправо. А кот у меня был в другую сторону. Ага. Да. Сейчас получается все наоборот. Ну ладно. Главное, что ты делаешь в обе стороны. Сейчас, подожди, не запряжу. Так. Нет. Это мы в эту сторону. Это мы в эту сторону. Мне кажется, ты не то делаешь. Ну я сейчас смотрите не буду. Нет. У тебя вот эта нога должна быть позади. Да. Ты не в ту сторону клоняешься. Вот сюда. Ну ты был в другую. Вытягиваемся. А до трех минут стоит в положении. Сейчас сделай, пожалуйста, другую сторону. Сейчас ты делаешь так. Господи, все, я запуталась с твоими ногами. Окей, со вдохом еще себя дотянули. И с выдохом расслабились. Ноги чуть-чуть пошире. Сейчас сделаем скрутку. И пойдем уже вниз зарабатывать. Ноги чуть пошире. Носочки слегка раскрыты в сторону. Таз чуть-чуть подкрученный. Да. И уходим здесь плавно в плие. Руки у нас на бедра. Так широко, как у вас получается. Стопы широко, широко, широко. Угу. И уходим в скруточку. У нас левое плечо тянется к правому колену. Руками отталкиваемся от бедер. Застыли здесь. Взгляд подняли наверх. И здесь наша задача не столько бедра раскрыть, сколько позвоночником вытянуться. То есть у вас может быть сейчас ощущается то, что так слегка скругляется спина. Наша задача вытянуть позвоночник и с длинной спиной оставаться в этой скрутке. Держимся, дышим. Четыре. И как в начале урока грудную клетку наполняем. Три. Два. Один. Меняем сторону. Взгляд наверх. Шея. Продолжение позвоночника. И тоже последите, что сейчас происходит с вашей шеей. Подбородок. Подтяните вниз слегка грудной клетки. Удлините заднюю поверхность шеи. Затылок чуть-чуть как будто бы назад толкаем. Вытягиваем весь позвоночник в одну прямую линию. И уже потом взгляд наверх отводим. Если делаете все правильно, скрутку будете больше ощущать не в пояснице, а именно в грудном отделе. Дышим еще четыре. Подбородок. Три. Еще подбородок ниже опускай. Два. Шею вытягивай. Чуть-чуть как будто бы в наклоны ходишь. У тебя вообще скрутки нет. Ты сидишь глубоко и просто поверни. Плечо. Ага. Уже закончили. Уже закончили. Аккуратненько поднимаемся наверх. И возвращаемся в положение сидя и в положение лежа. На переднем краю коврика стоим. Простой переход через виньясу. Исходное положение. Поза тадасана. А? Три. Со вдохом вытянулись за руками наверх. Проверяем, живот не вываливается вперед. С выдохом складываемся вниз, насколько получается. На вдохе в половинку наклона позвоночник вытягиваем вперед. С выдохом отшагиваем в положение планки. До выдоха. Колени, грудь, подбородок в пол. На вдохе вытягиваемся в бэйби кобру. И с выдохом выталкиваем себя собаку мордой вниз. Аккуратно переходим в положение сидя. Смотрите, что делаем. Одно колено с ногой укладываем вперед перед собой. Второе скрестно и опустились сзади таза на коврик. Все правильно. Ноги скрестно и ты просто тазом падаешь назад. Все, без лишних движений ты перешел в положение сидя. Ноги перед собой тоже сейчас. Кирпичик возьмите один. Недалеко, рядом с собой. Что скучаете? Силы не хватает? Давайте пока далеко не ушли, сделаем немножечко тогда кор. Мне нагрузки не хватает. Мне нагрузки не хватает. Ну вот. А кто тебе ее не дает? Ты. Нет, это скидывание ответственности. Я понял. Ты. Но потом и потом просто не хватает. Или тебе именно динамики хочется? Ну ладно, окей, хорошо. Сидим на ягодицах, корпусом чуть-чуть отодвигаемся назад. Чуть-чуть себя только за бедра поддерживаем. Здесь у нас уже включаются мышцы живота, приводящие бедра. Ноги поднимаем параллельно к полу. Баланс. Если легко, одна вторая рука вперед. Держимся здесь. И по одной ноге с выдохом. Наверх. Наверх. Миша тоже нагрузки не хватает, засыпает. Дышим. Стараемся ногу полностью выпрямить в колене. И обе выпрямили, держимся. Аккуратно, не бросая себя, опускаемся плавно вниз. Не бросаем себя 10-20 сантиметров над ковриком. И возвращаемся обратно, колени согнутые наверх. Выдох. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Наверх. У меня после перерыва все мышцы трясутся. Последние три. Алексей. Поясница без кора тоже не работает. Поясница – это часть нашего кора. Наш пресс должен быть настолько же сильный, как и поясница. Вдох. И остались наверху. Последние держимся. Шесть. Пять. Лица чуть попроще. Да. Это очень важный фактор во время напряжения. Расслаблять лицо. Два. Один. И опускаемся вниз. Чуть-чуть отдыхаем. Слушаем пение птиц. Идем в положение полумоста. Стопы поближе к себе сейчас ставим. В упор на коврик. И поближе к ягодицам. Колени смотрят четко вверх. Кирпичик наш ставим между нашими бедрами. Ребята, кто был на том занятии, знает, что мы сейчас будем делать уже. Первая часть – полумост. Таз поднимаем наверх, подкручивая чуть-чуть. Так же, как мы делаем в положении стоя. Собрали низ живота. Подкрутили ягодицы. И только в таком положении, с длинной поясницей, таз выталкиваем наверх. Руки собираем в замок под нашим тазом. Чуть-чуть перекатились. Лопатки собрали как можно больше вместе. И выталкиваем грудную клетку от наших лопаток. Постоянно следим за ягодицами, чтобы они подкручивали наш таз и оставляли поясницу длинной. Фокус внимания – собрать лопатки, открыть грудную клетку. И толкаться от плечей, локтей еще больше наверх. Теперь немножечко вес перенесите в пятки и попробуйте толкнуться от пяток наверх. Кирпич между бедер держим, не отпускаем. Со вдохом ребра растягиваем в сторону. Помогаем нашей диафрагме растянуться. И аккуратненько руки сначала расцепляем, опускаемся вниз. Колени чуть-чуть к себе подтянули, круглая спина, отдохнули. Колени к себе, кирпич можно убрать. Второй подход – полный мост, если у вас нет противопоказаний. Если вам в полном мосту тяжело, заявочка была на начинающих урок, но у нас здесь мало начинающих. Ты делал мост, я прекрасно помню, у себя все получалось. У всех вообще все получится. Возвращаемся в исходное положение. Стопы на пол. И делаем несколько подходов. Поднялись наверх, опустились и отдохнули вниз. Без кубика надеваем? Без кубика. Ты же не хочешь сломаться? Без кубика. Дыши. Шею расслабляй. М-м-м… Что ты сильно… Ну, не переживай, я тебя не держу. Уже. в ребра вдох и выдох отдыхаем колени к себе круглая спина отлично спасибо Можете глаза прикрыть чуть-чуть, вернуться в свое тело, в свои ощущения. Идем дальше в перевернутое положение. По классике. Сделаем сегодня по классике самое простое перевернутое положение поза плуга, халасана. Непонятными словами ругаться не буду, все равно никто ничего не запомнит. Поза плуга. Сейчас я просто быстро покажу, что делать, будем потом по технике. Стараемся вытянуть больше поясницу. Не круглой спиной туда куда-то дотянуться. А вытянуть поясницу. Разница видна? Если тяжело делать это мышцами спины, подкладываем руки сюда и вытягиваем здесь поясницу. Может у вас ноги повиснут, я вам помогу, подставлю под ноги кирпичики. Главное вытягиваем поясницу. Потом работаем с круглой спиной, колени касаются лба, ноги за головой. Круглая спина. И возвращаемся в вытяжение. Березка в простонародье. Поза свечи. И после этого аккуратненько возвращаемся обратно. Поза плуга. Исходное положение лежа. Руки лежат у нас вдоль корпуса, ладони смотрят вниз. Ноги на 90 градусов мы сначала поднимаем наверх. А здесь мышцами нашего кора, живота, аккуратненько ноги заводим за голову и можно себя сразу подхватить под поясницу руками. Ноги вытянуты за головой. Ноги прямые. Ноги прямые так же, как мы с вами стояли. Так же, как стояли. Значит, коленные чашечки подтянуты. Первое положение. Халасан. Затягивай. Прямые ноги. Прямые, прямые, прямые. И назад складываешься. Отпускай вниз. Поймай большими пальчиками. Не буду стоять так. Давай, сейчас тебе несколько. Давай еще один. Ноги подтягиваем. Поясница прямая. Ты не поставишься прямыми. А что смешного? Вообще-то, да. Стол, а не стол. Ну, вообще, да. Может быть, и стол. Не знаю. Сейчас смотри. Ну, хотя бы. Поймай лучше. Пизанскую башню там не сделаешь. Ух ты ж. Матер Божья. Тебе нужно, конечно, в нем как-то упереться. Попробуй. Достаешь хоть чуть-чуть? Да, вот так, давай. Да, еще. Короче, всем надо. Надежда была. Ну, вот. Всем нужно кирпичи. Ноги прямые, дедра затягивай. Нет, тазами не заваливайся сюда. Ты как будто бы таз хочешь оттянуть сюда назад. Ноги выпрямляешь. Еще сильнее коленях старайся выпрямить. А тазами, наоборот, сюда оттягиваешься. Плесницу выпрямляешь. Поставь пальчики. Ну, подверни их и поставь. Чтобы она тебе небольшой упор давала. Бедро сильное. И поясницу вытягиваешь. И что же, рыбки под поясницу. Ставь, ставь в упор. Дальше идем. Сгибаем ноги в коленях. И колени касаются лба. Штучку убираем. Можешь их на пол поставить. На пол можешь поставить. Нет? Ну, колени ко лбу. Прямо на лоб ставь. Аккуратно. Круглая-круглая спина. И сейчас тоже попробуйте подышать в ребра. Стопы ставь на пол назад. Колени лба касаются. На спине. Вот тебе как классно можно завернуть. И последнее положение. Опять возвращаем руки под поясницу в упор. Вытягиваемся за ногами наверх. Все пальчики расставили в стороны. Растягиваем пальцы на ногах. На пятки вместе. И тянемся за носочками наверх. Чуть-чуть уже локти ставь. Если получится, тоже чуть-чуть поуже. Прям пальцы на ногах растягивай в сторону. Да. Локти уже? Уже локти еще? Ну, класс. Тоже пальчики на ногах растягивай в сторону. Пятки вместе. Какой массаж. Да. Зато потом никакие косточки на пальцах не вырастут. Потому что пальцы должны быть достаточно свободны. Пока друга. Чуть поглубже дышим. И тоже стремимся вытянуться за носочками наверх. Со вдохом. Как будто у вас еще кто-то вытягивает выше, выше и выше. Все, Миша, шавасан. Сейчас будешь шавасан. Старайся в это неподнятое положение. Если ты из перевернутого вышел, наклон вперед. Либо поза ребенка, либо лежа оставайся. И аккуратненько сейчас ноги за голову заводим. Мышцы кора включаем. Пресс. И помогая себе прессом, не кидая себя на пол, аккуратно позвонок за позвонком опустите на землю. Легкий лимфодренаж. Дальше мы уже идем отдыхать. Ноги и руки поднимаем к потолку на 90 градусов. Расслабляем их. И такой легкий шейк. Потрясываем. Ваша задача сейчас прям постараться мышцы расслабить так, чтобы вы чувствовали то, что у вас икроножные мышцы туда-сюда. Бедра вообще все ходят под тряской. И прям активно-активно-активно. А дыхание чуть-чуть углубляем. Сейчас постарайтесь. Вдох через нос медленный. А выдох медленный через рот. И хорошенечко вытянитесь за руками, за ногами. Вдох. И с выдохом отпустите себя на коврик. Руки вдоль туловища чуть-чуть поудали от него, так, чтобы у вас были открыты подмышечные впадины. Смотрите, насколько симметрично вы. Лежите. Правая-левая сторона. Поправьте себя. Сделайте так, чтобы вам было комфортно. Делайте глубокий вдох через нос. И выдох через рот. Еще раз. Все последнее напряжение в теле. Собираем вдох. Выдох. Можно со звуком. Не стесняйтесь себя, не стесняйтесь никого. И последний вдох. И выдох. Сейчас постарайтесь открепиться от всех внешних событий, от своих мыслей. Опустимся в себя, в свое тело, в свои самоощущения. Замедляем дыхание. Замедляем дыхание. И оставаясь основным фокусом внимания здесь, почувствуйте ваши стопы. Смотрим в точку межбровья и ощущаем свои стопы. Пальчики ног. Передний взъем стопы. Максимально все расслабляем. Взгляд в точку межбровья, ощущаем лодыжки, голеностопы. Все, все ощущения там, которые можете сейчас поймать в себе. Плавно поднимаемся выше. Почувствуйте, как икроножные мышцы касаются пола. Переднюю поверхность голени. Может получиться словить ощущение ветерка на вашей коже. Внутренний взор в точку межбровья. Ощущаем колени. Подколенное пространство. Даем им расслабиться. Задняя поверхность бедра. Передняя поверхность бедра. Расслабляем внутреннюю поверхность бедра. Область паха. Промежность. Ягодицы. Внутренний взор в точку межбровья. Почувствуйте расслабленные все ваши ноги. Расслабленные мышцы живота. Вниз живота. Поясницу. Середину спины. Расслабленные мышцы живота. Расслабленные мышцы живота. Отпустите полностью ваш пресс. Расслабленные мышцы. И почувствуйте, представьте, все ваши внутренние органы. Как они тоже расслабляются внутри живота. внутренний взор в точку межброви почувствуйте верх спины пространство между лопаток правую лопатку левую лопатку грудную клетку внимание скользните ваши плечи расслабленные лежат на коврике локти предплечье кисти рук почувствуйте каждый пальчик внутренний взор в точку межброви почувствуйте ваши ключицы горло расслабьте его шея почувствуйте как затылок касается коврика нижняя челюсть расслаблена губы язык мышцы щек расслабьте глаза веки мышцы лба и почувствуйте вашу макушку внутренний взор в точку межброви осознайте все свое тело мягкое расслабленное если еще осталось то что вас как-то цепляет или раздражает старайтесь просто ослабить отпустить это напряжение не сопротивляться не бороться ему а просто отпускать и растворять не сопротивляться